ДПС Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела ДПС и исполнение административного законодательства подполковник полиции Сергей Викторович Авдеев. Здравствуйте, Сергей Викторович. И первый вопрос, который я вам хочу задать, это обязаны ли сотрудники ДПС, когда останавливают водителя, представляться и называть причиной остановки? Если этого не происходит, иметь водитель право покинуть место остановки? Согласно 108.6 приказу МВД России, при остановке транспортного средства инспектор обязан представиться, объяснить причину остановки. Если проводятся какие-нибудь спецоперации, где не могут сказать причину остановки, то есть задержания, которые могут возникнуть, то тогда причина остановки не называется. Покинуть водитель не может данное место при остановке. Должен обязан, в принципе, водитель обязан передать для проверки, если потребует сотрудник полиции, водительское удостоверение и документы на транспортное средство. И выполнять, то есть, если есть нарушение правил дорожного движения, инспектор объяснит причину остановки и составит иноциативный материал. Второй вопрос. Это может ли сотрудник ДПС, останавливая автолюбителя, проверять его на предмет неоплаченных штрафов? Если да, то на каких основаниях и в каких случаях? При остановке транспортных средств за нарушение правил дорожного движения сотрудник полиции обязан проверить водителей по всем базам розыска, а также административных правонарушений. Если выявляется то, что водитель не оплатил штрафы, то составляется административный материал по статье 20.25 за неуплату штрафа, в установленном сроке. Так, и следующий вопрос у нас. В Туле работает система Паркон, эффективна ли она? Да, в Туле работают 8 автомобилей с системой Паркон. Достаточно эффективно данные, то есть, без участия контакта с водителем, выносится, производится фотография данного автомобиля за нарушение, и уже по почте высылается квитанция за данное нарушение. То есть, уже не без участия, без контакта с водителем происходит данный вид, даже, как скажем так, выявление данных административных правонарушений. Так, а фактически у кого-нибудь помните? Сейчас не могу, потому что это центр видеофиксации занимается этим вопросом, и поэтому не очень могу сказать. А вот считается ли за ДТП авария, если она произошла на парковке, нужно ли вызывать гибриджу? Да, любое происшествие с участием транспортных средств, это является даже происшествием при движении транспортных средств. Поэтому вызываются также сотрудники госавтоинспекции, и данное происшествие оформляется как ДТП. Даже если произошло на закрытых территориях, как на заводах, не то, что это парковка, а вот может быть произойти на закрытой территории, как предприятие, так же это ДТП оформляется. Какой штраф за перевозку ребенка на подушке, но не пристегнутого, если, например, ребенок крупный, в кресло не влезает, а нормальный рост не позволяет сидеть? Вот как? В правилах дорожного движения сказано, что ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности, то есть использовать любые средства, позволяющие пристегнуть ребенка ремнем безопасности. За перевозку детей не пристегнут ремнем безопасности штраф 500 рублей. Поэтому можно использовать любые средства, подушками, но обязанным, то есть ребенок должен быть пристегнут, и если он не помещается в детское удерживающее сидение, то можно использовать другие средства. просто допустим пристегнуть пожалуйста пусть пристегнуть то есть любые средства что позволяющие ребенка пристегнуть ремнем безопасности если ребенок крупный ремень будет ну как не будет проходить по горлу он должен быть по плечу пожалуйста не запрещается вот почему сотрудники дпс долго ели на место дтп особенно плохую погоду нельзя ли выделить больше сотрудников дтп чтобы они быстрее приезжали на место аварии если прогнозируется рост числа дтп из ухудшения погодных условий при ухудшении погодных условий по статистике вот за последние при снегопаде который был в городе тули произошло более 100 дорожных происшествий сотрудники все которые сотрудники выходили в смену занимались практически оформление дорожных происшествий ну такое количество происшествий оформить поэтому приходится людям ожидать приезда то есть при определенное какое-то время вот поэтому как конкретно по какое время должен прибыть сотрудник на место дтп ничем не предусмотрено то есть поэтому задействованы все при ухудшении погодных условий ну а также при погодных условий при ухудшении возможно и заторы которые привлекаются также сотрудники для проведения регулировочной распределительной деятельности чтобы не было заторов поэтому все сотрудники задействованы такие ситуации происходят на следующий логичный вопрос как ускорить оформление в соответствии с пунктом 261 право дорожного движения как называют сейчас так называемый европротокол водители могут сами оформлены дорожных происшествий без участия сотрудник госавтоинспекция но данная система работает в каком случае то есть если в дтп нет пострадавших если участвовали только два транспортных средства если водители не оспаривают то есть виновный не оспаривает свое нарушение вот и у обоих водителей имеется полисы осаго действующие тогда может быть оформлено но имеется такие подводные камни то что данное происшествие которое произошло и ущерб причиненный транспортным средством максимально выплата по страховым выплатам составляет 25 тысяч если водители сомневаются то что данный ущерб может мог превысить данные выплаты то лучше рекомендуем конечно вызывать сотрудников госавтоинспекции скажите пожалуйста развита ли кто ли по вашему мнению культура вождения последнее время до больше уже водители становятся более культурными нет таких вот ситуации стрессов когда кто-то не уступает даром для этого другому участвовать если кто-то торопится включает указатель поворота с другой автомобиль более притормажив уже более культурно скажем так стать становится вести нет таких хамских поведет действий других часть дорожного движения к более уже лояльных относится потому что парк транспортных средств все больше и больше увеличивается и поэтому я так предполагаю уже больше народ культурно становится к этому относится более вступают вот по незаконной парковки эвакуатор действий ли все так же как и нет как и штрафстоянку от москве штраф на данный момент у нас в имеется штрафная стоянка работают два эвакуатора то есть пока работает один и приобретен еще один эвакуатор с вертикальной загрузкой поэтому сейчас работают если вы заметили что что попросоветской улице советской уже происходит эвакуация транспортных средств это в районе костиного двора также возле торгового центра рио происходит эвакуация я также по проспекту ленина то есть данная работа сейчас будет продолжаться и поэтому штрафные стоянки сейчас заработают и еще в проекте еще открытие двух стоян сейчас находится штрафная стоянка по адресу вяземского 4 пока то то что вот город тула выделила места пока остальные пока в проекте то есть рассматривается а так не помните сколько тоже эвакуирование с начала года за с декабря по март месяц поставлен на штрафной стоянки сотрудников вот этот инспектор задержанная также эвакуирована более 330 единиц транспорта это только за три месяца но при этом сейчас вот так вот начинает работать эвакуатор с вертикальной загрузкой поэтому будет сейчас эта цифра увеличивается почему зависит размер штрафа размер штрафа утвержден правительством тульской области составляет 2400 точно могу сказать вот плюс за километраж оплачивается и плюс штрафная стоянка за каждый час 30 а водитель как реагирует оплачивают нормально но водители реагируют поэту по разному но в основном сейчас по придется понимание то есть если скажем так выходит водители его бы транспортные средства отсутствует не надо паниковать везде там где происходит и уклад транспорта установлены дорожные знаки что данного места будет возможно эвакуация транспорта есть телефоны то есть вам водителю необходимо позвонить дежурную часть 1 отдельного батальона ему скажут где если вы эвакуировали где находится его автомобиль и куда ему необходимо будет идти какие действия сделать но для начала это все равно уже приходит дежурную часть 1 отдельного батальона где на водителя будет составлен административный протокол нарушение правил парковку сделаны отметки и он уже идет забирать его автомобильной стоянки такая проблема парковки во дворах что делается в этом отношении какие штрафы парковку дворах это бить скажем так нашего города потому что у нас очень много домов пятиэтажных домов где практически не предусмотрено место для парковки транспорта сейчас жильцы сами как собираются то есть делал свои парковки но это опять от надо согласовывать с администрацией города с администрации районов производит выделяет свое место для парковки организует это парковочные места но 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 очень много то есть таких вот проблемных вопросов с этой парковкой поэтому сотрудники госавтоинспекции выезжает на все те реагируют на все звонки которые поступают на те все жалобы но также это я так бы этим вопросом занимается и участковый инспектор а поэтому вопрос парковки просто он стоит реально в туле очень глобально то есть его решили этому необходимо решать в процессе и с администрациями города и со всем остальным то есть так вот просто карательными методами этого вопрос не решишь как видите решение решение вопрос это было благоустройство дворов не только озеленение но также выделение опять же мест для парковка шотор транспорта увеличится каждым годом практически на 30 тысяч за год увеличивается транспортом ставите транспорт просто не поэтому благоустраивают не только к этому озеленение и детских площадок но также выделение мест для парковок в этих дворах и обустройство последний вопрос касательно уже прошедшего 8 марта правда ли что женщина будет аккуратнее отличное мнение ваша блондинка ну личное мнение такое что есть женщины которую вводят и аккуратнее есть женщины которые вводят но это все зависит то есть бездумно но все зависит от опыта управления транспортным средством то есть по моему вот опыту я видел женщин которые намного лучше и качественные управлять транспортным средством чем мужчины поэтому все зависит от опыта чем больше опыт нарабатывается тем больше и лучше управление транспортным средством все спасибо большое